мы уже нарядили елочку папа наш снимает тюль надо постирать мы вчера вынуждены были были диван переставить на эту сторону потому что некрасиво было не помещался это наш король который будет лезть по балкону но не могу его еще повешать потому что у нас просто несубсветный ураган кошмар просто ночью было такое все все влетала все сдувало на прогулку вышел хозяин так что потихонечку приводим квартиру к праздничному виду пауков гоняем деда что делать они наступили и и и и Вчера привезли диван, и моего мужа понесло. Он решил везде наводить красоту. Что, если не я? Красота, спасибо, нет. Да. Вам должно быть подсох. Орвита должно быть там много места. Надо его периодически подмешивать, не так быстро. Спасибо. Вот это мой бес. Ты мне напоминаешь меня на работе. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Мама, конечно, ты напоминаешь мне меня на пару Знаешь, хочу Красота спасет мир Ой, как оно блестит, шикарно Знаешь, сколько стоит сейчас моей работы? Мама Сколько? Вау 24 года совместной жизни? Да Девочки, видите, кто как работают такие? Кто на что учился? Кто? Кто красить и работать, а кто просто пить кофе и тратить деньги У меня это второе больше получается, так что я занимаюсь этим Что такое? Так что кому нужен муж на час? Маля Маля штукатурная Кто это? Телефончик могу дать, хороший мастер есть Хорошего нет, сейчас посмотрим Зарплата все равно уже дома осталась Хорошего нет Хорошего нет Ух Горька, заедай, заедай Ну, опять Максим уходил, не убил Бежи А беги, беги, я уже где-то брал Беги, везде не а, беги Без ней пара Без ней Тебе сахарок ложишь? Нет Ну так вот еще не успел поработать, а уже обед просит Я жарю, я очень дорогой Уже такие стены были черные, как в сарае Особенно вот тут Ну все штуки А здесь А потом ушел так вот, желтные облокотились и обвалятся А здесь чем облокотились? Руками их уже Не видно где выключать Все, не мешай, работают профессионалы А я сейчас попью кофею И иду на ногти Должна прийти и должно все быть покрашено В цвет ногтей И в звездочку Не в звездочку, а в снежинку Ну вот у тебя будет снежинка белая, я добавил сюда быстрее Не обращайте внимания, это просто он это У него торчит розовая, это он готовится к новому году Ну вот у меня тут стринги, девочки Не обращайте внимания, это просто стринги Ну что у тебя стринги, я что пояснице Маму себе позволит Девочки, это просто эти ленты Максу Пишите в комментах что вы думаете Не подумать же ты в ляхо в розовых стримы не уходишь, а? Сейчас эти гармитии, что не увидят, то додумают Ну так хорошо у людей фантазия работает Кого Кого О, вы видите стыбюно ли диди тушки Ну, я забываю по амсту А, е Три Новое поколение. Секс заказывали? Привет. Снимаешь? Да. Секс будет сейчас. С кем? Вот это хорошее. Я вообще-то занят. Да вы? Такая сексуальная. Стрин она? Стрин. Чтоб не поприставать. Да? Это не может смущаться. Правильно с кем идти, я так и не понял. Стрин. Давайте спросим у наших подписчиков. А у чего будет все? У тебя же такая подписчица? Ничего. С СССРом. С СССР с барни. С СССР с СССР. Все, других нет. Там Юр как-то. А, и СССР еще что там есть? Это Михаилович. Михаилович. Ну, как мы жили в таком хрюлу, и я это не исправил раньше, скажем. Краска есть, все есть. Позор семье. Позор ему. Что ж можно делать каждый год? Это ж не тяжело. Ну, ты ж просто собирался уходить каждый год, да? Или нет, я просто сказал, когда он уже таким слоем покроется, он уже разокнулся. А ты потолок тоже муская? Не знаю. Я, типа, много захотела. Ну, потолок у нас нормально. Не, ну, просто так, что вроде бы уже, видимо, стали. Вдруг, если шел, у меня уже секс принес. С утром. А ты начинаешь стоновать. Детский дом. Сидит деловая колбаса на новом диване. И, как всегда, играет в компьютер. Да? И Барнюша помощник. Как у тебя хорошо получается. Нормально решил подкрасить уголок. Коридорчики, да? Сейчас уже ремонт во всей квартире сделаем. Аппетит приходит во время еды. Так ты уже и зал покрась. Ну, сейчас посмотри. Ну, сейчас посмотри. Красота – это страшная сила. Контакты дашь? Нет. Это эксклюзивное предложение. У тебя так хорошо получается, что люди будут сомневаться о том, что ты моряк. Может, ты близко. Так уже сказали, что уже поняли, что это неправда. Ну, смотрю, как ты работаешь. Теперь точно думаю, что неправда. Хорошо. Давай людям мотивацию на ремонт, на покраску стен. Не, ну правильно, до Нового года встретиться с новым. Вот 20-го поменьше я стану. Да, испанцам до наших, конечно, недалеко, в плане ремонта. Ой, а в плане чего, во всем они, во всем это, что касается работы во всем, рука жопы. Вот эта вот стенка, это вообще, вот посмотрите, видно. Это испанский вариант, да, ужасная штука. У нас бы дома и голову бы проломили за такую работу. А здесь нормально всё. Их походу устраивает, да только наши приезжают и всё переделывают. Наши не могут всё равно смириться. Первое время думают, да ладно, испанцы живут и мы справимся, потом нет. Проходит какое-то время, всё это убирается и делается по-другому. Мы у детей и переделали немного, но... Ну, потолки только натяжные, по-другому тут... Тут, если делать всё по-настоящему, тут кошмар. Есть хоть спасение, натяжные потолки. Потому что у них потолки такие же, покажи, тоже такое же. Красота ещё та. Гуся, аккуратно не свали зеркало. Ну, мы хотели... Мы бы уже сделали, если бы немножечко там не была заминка с работой, так бы уже закончили. Детям сделали и думали себе, но... Сейчас. Это не самое горячее, не самое такое... А розетки вот эти? Вот куда? За два-три штыка. Есть дома такие розетки? Конечно. Или вилки. И сколько спрашиваем, да, у тех, которые приходят ремонт и делают, для чего? Ещё и в коридоре вот такую байду... Ну зачем? Так она выступает только на четверть коридора. Поменяю на нормальное свое время. Папа сглазит твою снежинку на попе. Ага. Ставин на восемь мы. А-а-а. А-а-а. И, маршадру, облака дамо? Умире, конь. Не рассказал, что ты лия. А это, единственное, что тебе важно, не потерять свою империю. Эй, на! Я не хочу это! Да, конечно. Все, ребята, я уже пришла. Сделала... Ба-бам! Красоту! Вот такой у меня красивый олень. С одной стороны. А с другой стороны вот такая вот новогодняя игрушка. Все. Так что, к Новому году уже почти готово. еще только покрасится, и вообще все, звезда будет готова. Все. Теперь иду готовить ужин. Так, ребята, я начинаю делать фрунчозу. Для этого нам понадобится курица. Я ее режу соломкой. Включила уже эту сковородку. Только робот-пылесос работает, может немножко будет шуметь. И сейчас буду нашу курицу обжаривать соевым соусом и с чесноком. как. А. И сейчас так. Покурица. И уже это будет впечатляем. Пока наша курица будет обжариваться, я нарежу лук. Нарезаю лук и следом за ним нарежу морковь. Нарезала лук морковь и также соломкой нарезаю перец. В нашу курицу я добавила соевый соус и сразу следом отправляю лук. И теперь всё обжаривается до золотистого цвета. Следом потом морковь и перец. Так, наш лук с курицей поджарился. Теперь следом отправляю морковь. Морковь, конечно, красивее, когда специально есть такая штучка нарезная. Знаете, как волосковая нарезка такая. Ну, у меня нет сейчас времени этим всем замираться. Потому что хотят кушать мои. Ну, как мои. Мальчишки пошли в кино, их ещё нет. И для этого нам ещё понадобится имбирь и чеснок. Не говорю, сколько это. Потому что напишу, в общем, в описании примерно пропорции. Но вы же знаете, что это всё очень-очень индивидуально. Так, следом за морковью отправляю перец. Так, ребята, ещё бы сюда кондитировать. Конечно, было очень вкусно помидоры, черри. Ну, в основном черри, да, я вложу в кладок. Но так как у меня до него он не очень любит, я немножко маскирую и добавляю томат. Ну, он такой, именно как помидоры, это не томат. Томат, ну, с базиликом, конечно, сюда не идёт, но другого нет. Ну, а вы, если любите, то, конечно, лучше добавляйте помидоры. Так, всё это перемешала. Тут у меня китайская специальная приправа для курицы с перцем чили. Очень-очень, очень злая, так что надо буквально горошинку. И вот такой вот соус у меня сладкий, сладкий чили. Добавляю. И натираю на тёрку кусочек имбиря и чеснок. И натираю на тёрку. Вкуснятина, неимоверные такие запахи. Я вас пододвину ближе. Это очень вкусно. Девчонки, мальчишки, кто там готовит у меня. Вот попробуйте, кто ещё не ел. Это неимоверно вкусно. Так. И вот такая вот курицковая фасоль. Немножко добавлю её. Пока она сейчас потушится ещё немножко, ставлю воду для нашей фрунчозы. Фрунчоза может быть рисовая, может быть соевая, любая на ваше усмотрение. В моём случае это рисовая. И приготовляете вы её сугубо по описанию. Вот, ребята, вот такая вот красота у нас получилась. Посмотрите. Пахнет вообще чеснок. Сейчас специи для курицы, перец чили, морковь, лук, чеснок, соевый соус. В общем, покажу вам ближе. Это неимоверно. Просто. А самая нотка крутая. Это имбирь и чеснок. Вот. Тут я поставила воду. Сейчас у меня закипит вода. И я отварю фрунчозу. И всё это смешаю. Так, пока моя вода закипает для фрунчозы, я вместо хлеба сделаю вот такие вот рисовые чипсы. Так, пока моя вода закипит. Так, пока моя вода закипит. Так, пока моя вода закипит. Вот такие вот рисовые чипсы вместо хлеба будут. Так, ребята, вот я опустила нашу франчозу и теперь я ее буду варить 3 минуты. Вот, ребята, я уже наложила нашу франчозу в курицу соусом и хорошенько перемешиваю. Но ее, конечно, она очень-очень длинная, очень длинная. Ее, конечно, лучше же резать, но мои любят, чтобы она тянулась. Теперь ее вот проблематично будет смешать. Все, ребята, вот такая вот красота у меня получилась. Вот такая вот франчоза, имбирь, рисовые чипсы и вот такая вкусняшка. Всем приятного аппетита и всем пока-пока!